МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Убеждён, что только вместе мы сделаем наш округ один из самых конкурентоспособных регионов нашей страны во всех сферах. Цель поставлена. Игорь Кошин обозначил пять главных задач, которые предстоит решить в следующем году. В 20-м году мы всё сделаем, чтобы наш округ был доступен для всех. Среда будет доступной, об этом заявили представители общества инвалидов на встречу с губернатором. И в продолжении в общество инвалидов вступил новый активист. Виталий Хабаров, так зовут юношу, представил проект, который призван сделать город более доступным. Мне, чтобы подняться, приходится вот такую искать точку опоры, не совсем так красиво. С главными событиями этого дня в студии Олег Хатанзейский новости начинаются. Правительство России в начале следующего года может провести частичное замещение долговых обязательств регионов за счёт кредитов из федерального бюджета. Кроме того, планируется стимулировать регионы к оптимизации расходов и изменить предельный срок для заключения соглашений о предоставлении субсидий. Такие решения приняты по итогам совещания о долговой нагрузке на региональные бюджеты, которые провёл премьер-министр Дмитрий Медведев. Кроме того, до 1 февраля следующего года в Кабмине ждут предложений по изменению правил предоставления бюджетных кредитов с учётом сокращения предельного размера дефицита бюджетов субъектов. А до 1 марта следующего года Минфин и Минэкономразвитие должны внести проект акта о стимулировании органов исполнительной власти регионов к оптимизации бюджетных трат, источниками которых являются субвенции и субсидии из федерального бюджета. Помимо этого будет проведена инвентаризация расходных обязательств регионов и муниципальных образований и исключено существования нефинансовых мандатов. По результатах ответственные ведомства должны доложить в правительство до 1 февраля следующего года. Пять главных задач, которые предстоит решить в 2016 году в Ненисском округе обозначил глава региона Игорь Кошин. Задачи поставлены перед руководством и жителями. В первую очередь губернатор указал на необходимость увеличения объёма инвестиций в топливно-энергетический комплекс региона. Не менее важным направлением в экономике региона Игорь Кошин назвал предпринимательство. Третья задача на перспективу – это создание инфраструктуры под строительство. Особую роль в своём докладе губернатор уделил необходимости сохранять динамику роста объёмов местной сельхозпродукции, обозначив успехи в развитии отрасли как залог продовольственной безопасности региона. Кроме того, в 2016 году по поручению губернатора необходимо приложить максимум усилий по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями во всех населённых пунктах округа. Создать доступную среду в Ненинском округе не так сложно. Главное – желание об этом. На встрече с обществом инвалидов заявил Игорь Кошин. В ходе встречи активисты рассказали губернатору о деятельности организации и первоочередных задачах. Сегодня в обществе инвалидов состоит более 800 человек, включая сельское население, а члены организации активны участники спортивных соревнований, культурных и общественных мероприятий. Председатель привлекает к работе молодое поколение, потенциал молодёжи необходимый для внедрения программы по доступной среде. До 2015 года полномочия в сфере социальной защиты находились в Архангельской области и правление общества инвалидов не принимало участия в разработке программы. Поэтому оно нуждается в существенной картировке и доработке. Мы сейчас активно включимся в эту программу и безусловно без вас мы её не сделаем. Без вас мы её не реализуем. Потому что я везде говорю и считаю, что в первую очередь участвовать в процессе создания инфраструктуры тех объектов, которые необходимы, должны те, кто потом будет непосредственно ими пользоваться. Иначе всё получится не так, как можно. Говоря о трудоустройстве инвалидов, стоит отметить, что в 2015 году Центр занятости трудоустроил 17 человек. 11 из них работают на специально оборудованном рабочем месте. В день встречи с губернатором общество инвалидов приняло в свой ряды ещё одного активиста. Виталий Хабаров, студент аграрно-экономического техникума. Он пришёл в организацию не с пустыми руками. Он принёс проект, который, по мнению людей с ограниченными возможностями здоровья, сделает город действительно доступным. То есть, видите, у меня уже нога проскальзывает, и мне приходится искать опору. Вот. То есть, вот таким вот методом. Раз. Два. И находим точку опоры. Виталик – любитель хорошего досуга. Походы в кино и кафе, по выходным в библиотеку. Несмотря на свой диагноз, детский церебральный паралич, студент второго курса аграрно-экономического техникума старается вести активную жизнь. Вот только условия не всегда позволяют. Также открываются на себя, что на коляске сделать невозможно. Пандусов, как видите, здесь тоже нет. Кроме того, очень скользкое покрытие. Коляска просто будет скользить. О своих наблюдениях и пожеланиях Виталий не молчит. Он понимает – доступная среда вовсе не прихоть. Это необходимость для людей с ограниченными возможностями здоровья. В Нинецком округе их доля составляет более 6%. Этого вполне достаточно, чтобы адаптировать основные социальные, досуговые и культурные учреждения. Я не говорю про установку пандусов. Здесь нет даже технологической возможности сделать пандус, потому что изначально при проектировке не было это учтено. Ну, хотя бы сделать поручни, вот если потрогать поручни, они, во-первых, не почищены, сделать резиновое покрытие, которое не скользит. Кроме того, почистить, элементарно почистить ступеньки. Потому что, я не говорю про колясочек, но вот опорник уже сможет подняться. О том, как сделать город действительно доступным, Виталий описал в своём проекте – реализация программы «Доступная среда» в Нинецком округе. Его уже оценили в Курске, на первом всероссийском интегрированном форуме «Преодоление». Главный акцент в проекте сделан на адресность. Адресный – это значит пошаговый, то есть поточечный. То есть не сразу весь город, а только те объекты, которые остро нуждаются в доступности инвалидов. Ну, как я уже сказал, это центральная аптека, детская поликлиника, это СГК, потому что там абсолютно никакой доступности нет. Вместе с обществом инвалидов Виталий исследовал учреждения, где в первую очередь необходимо провести оснащение, установить поручни, прорезинить плитку на полу, установить дверь, которая будет открываться вовнутрь. Со временем доступность должна прийти в аэропорт, на речной вокзал, в учебные заведения и досуговые места. В доступную среду не обязательно какие-то большие деньги вкладывать, ведь даже тот же пандус сделать, чтобы он был противоскользящим, да, это небольшие деньги нужны. Так что только желание это всё сделать. И мы будем свой округ везде показывать, что вот у нас всё здорово, всё хорошо. На встрече общества инвалидов с главой региона предложения студента были услышаны. Их учтут при разработке программы «Доступная среда». И Виталий готов принять в работе самое активное участие. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Роман Делимарский, телеканал «Север». Это новости севера. Далее в программе. Патриоты Заполярья в регионе подвели итоги всероссийской экспедиции «Моя Родина, Россия» о результатах в материале выпуска. Сцена – это всё моё. Мне больше нравится на сцене. Праздник, который возвращает в мир детства в Большом зале Дворца культуры, подвели итоги года ребёнка в Ненецком округе. В четвёртой школе сегодня выдалось патриотическое утро. Ученики средних классов искали ответ на вопрос, что такое любовь к Родине. О самом важном поговорили в рамках открытого урока, который посвятили Дню Конституции. В актовом зале школы собралось более 200 человек. Выступили учащиеся кадетского класса и участники федерального проекта «За нами Москва». В гости к ребятам пришла уполномоченная по правам ребёнка Рима Галушина, детский омбудсмен, напомнила ребят о моих правах, а большой друг школы, ветеран Великой Отечественной войны Василий Самойлов о главной обязанности каждого ребёнка. Какая ваша достойность? Ваша достойность – хорошая помощь. Вместе с губернатором округа Игорем Кошиным ребята искали ответ на вопрос, что такое любовь к Родине. Любовь к Родине – это не что-то такое огромное, абстрактное, непонятное. Это вполне простые и понятные вещи. Это любовь к своим родителям, любовь к своим родным, близким, к своему дому, к своей школе, к своему классу, к нашим белым ночам, к нашей бескрайней тундре. А ещё любовь к Родине – это бережное отношение ко всему, что нас окружает, отметил глава региона, в том числе бережное отношение к людям, которые являются частью истории нашей большой и малой Родины. А в Ненецком краеведческом музее отчаствовали патриотов своего края. Там подвели итоги регионального этапа всероссийской патриотической туристко-краеведческой экспедиции «Моя Родина – Россия». На протяжении пяти лет юные жители Заполярья изучают историю родного края не по учебникам, а посещают исторические объекты региона. С каждым годом экспедиция увлекает всё большее число школьников. Если в 2011 году таковых было 12, то в этом уже более 50. Изучение родного края – дело увлекательное, говорят участники. В рамках регионального этапа в поле зрения школьников оказались не только памятники, но и всевозможные экскурсии, в том числе направленные на изучение животного мира нашего края. Там было интересно то, что моржи могли плавать подо льдом, ну под водой. И они плавали, и им даже не было холодно, потому что у них очень толстая шкура. И ещё у них есть клыки, они достигали полметра. О рыбах, что они бывают разные. И животные некоторые, когда утро спят, а когда ночь летают и ходят. Всего для выполнения нормы регионального этапа участники должны посетить не менее 50 экскурсионных объектов. Каждое посещение фиксируется в туристско-экскурсионной книжке с фотографией и описанием памятника или музея. Больших результатов в этом удалось добиться участникам военно-патриотического клуба «Поиск» из Красного. Школьники традиционно совершают пешие и лыжные переходы в близлежащие населённые пункты. Сейчас мы с ребятами не только зимой в марте, но и осенью обязательно, у нас является теперь в нашем клубе обязательным походом, это поход до Пустозерска пешком. До Телески, естественно, мы на судне доезжаем, дальше идём мы пешком до Урска, до Грени. Затем передвигаемся на мыс Висеричный и после мыса Висеричного уже на лодочке нас переводят на другой берег Пустозерска. 20 самых активных участников были награждены дипломами, благодарственными письмами и памятными подарками. Наш край, Ненецкий округ, стал главным героем фильма «Бросок в Заполярье». Материал для документальной картины собирала команда путешественников некоммерческого проекта «Градусы открытий». В феврале этого года смельчки отправились в автомобильную экспедицию по маршруту Санкт-Петербург на Рейнмар. Тогда команда из 13 человек за 16 дней на четырёх машинах преодолела 6000 километров. Путешественникам покорился и «Зимник» — единственная наземная трасса, которая связывает Нао с так называемой «Большой землёй». Как отмечают создатели, северные города, бесконечные просторы, ледяной пустыни, необычные традиции коренного населения показаны в фильме через призму впечатлений участников автомобильной экспедиции. Фильм о Нао уже увидели в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Орле, Курске, Нижнем Новгороде и в других городах. Везде он вызвал живой интерес и желание посетить Ненинский округ. Возникло желание ещё даже до просмотра этого фильма, когда ещё мы только вернулись первый раз из экспедиции. Ну и, конечно, после просмотра оно только укрепилось. И нас уже много раз спрашивали, как туда доехать. Спрашивали совет. И вот буквально в январе будет следующее. Следующие ребята из Москвы, из Петербурга поедут к вам по нашим стопам. Создатели проекта презентуют фильм и проведут творческую встречу с жителями региона. Показ намечен на 15 декабря в кинозале Дворца культуры Арктика. Ход свободный. Далее о предстоящем Новом Годе. Что уже подготовили для горожан? Мы делаем ёлочку из теста. В преддверии Нового Года Наринмар погружается в праздничную атмосферу. Свою работу начинают различные ярмарки. Наринмар погружается в праздничную атмосферу. За несколько недель до Нового Года в столице региона открываются различные ярмарки. На особый интерес у горожан вызвала гостиная-мастерская. Ее организовал этнокультурный центр, различные мастер-классы, угощения и аттракционы. Развлечения на любой вкус и для всех возрастов. В волшебную атмосферу погрузились сотни людей, в том числе и наша съемочная группа. Мы делаем ёлочку из теста. Всего несколько минут и вот он результат. Небольшой кусок соленого теста в руках трехлетней Валерии превратился в яркий и завораживающий главный символ Нового Года. Конечно, не без помощи мамы. По сути, заниматься в городе нечем и некуда сходить с ребенком. А здесь такая площадка и очень много развлечений. Это очень хорошее мероприятие. Предновогоднее настроение в морозные декабрьские дни здесь разбавляют горячими танцами. Самбо, румба, ча-ча-ча. Эти ребята закружат голову любому. Но это уже современные танцы в исполнении студии Элит. Публике, конечно, нравится, вот только в пляс зазывать приходится. Повсюду небывалая праздничная суета, различные забавы, мастер-классы и яркие украшения. На прилавках самодельные куклы, ненецкие статуэтки и другие сувениры. На каждый товар свой купец. Все нравится, все здорово, ребенку весело, везде увлекательно. Сделать подарок своими руками гостиная-мастерская собрала тех, кто расскажет и покажет, как встретить Новый год в лучших семейных традициях. Мы проводим такие мероприятия в преддверии Нового года, чтобы напомнить людям, что Новый год – это семейный праздник, что к нему надо готовиться, что надо готовить какие-то подарки своими руками, новогодние игрушки, чтобы украсить домашнюю елочку свою. Пока одни зазывают широким ассортиментом на прилавках, другие мастерят подарки сами, кропотливо выполняя инструкции наставника. Я бабочку делаю. Бабочку делаешь? Сама делаешь? Да. Никто не помогает? Мама чуть-чуть помогает. А у тебя вот на личике тут кто-то нарисован, это кто? Бабочка. Бабочка. Кто тебе рисовал? Я сама рисовала. Сама? Да. А здесь словно возвращают в прошлое. На столе советские игрушки, которые затем разукрашивают вручную несколько движений, эта красная звезда превращается в отличное украшение для елки. Сейчас очень популярны игрушки, стеклянные игрушки из стекла. А мы предлагаем делать игрушки из дерева. Поэтому и ретро-подарки. Вдохновление здесь найдут и те, кто не знает, как и чем украсит новогодний стол. Знаменитый оливье и запеченная курица отнюдь не предел. Для гурманов предлагают вполне бюджетное блюдо – фаршированное пелить. Изнутри промывается, прочищается, фаршируется жареными овощами. Здесь ложится чуть-чуть сыр сверху, чтобы зафиксировать фарш внутри. Когда она запечется, вылаживаем ее аккуратненько. За несколько часов в гостиную мастерскую посетили сотни человек. Это жители и гости города. Каждый, кто зашел сюда хотя бы на 10 минут, непременно обрел новогоднее настроение. А до главного праздника – уходящего года чуть больше двух недель. Олег Танзейский, Роман Делимарский, Телеканал Север. Праздник, который возвращает в мир детство и дарит новогоднее настроение. В Большом зале Дворца культуры прошел концерт, главные герои которого, конечно же, дети. Его посвятили закрытию года ребенка в Неницком округе. В программе больше 20 номеров. При этом многие юные дарования на большую сцену вышли впервые. Несмотря на многочасовые репетиции, они веселые и задорные. Последние минуты перед концертом. За кулисье, суетам, но никакого волнения. Здесь лучшие воспитанники различных творческих коллективов. Но от выдержки и самообладания тоже многое зависит. Кто-то опасается за свой вокал, кому-то неуютно на большой сцене, а у кого-то напротив – железные нервы. Мне очень нравится выступать. Почему? Сцена – это все мое. Мне больше нравится на сцене. Я сегодня буду петь на коме-языке песню «Марья Моль». А вот и этот момент. Концерт начинается. Они такие разные, но общие все же есть. Они – дети с севера. Сегодняшний герой – это дети и ведущие. Взрослый человек и двое детишек. Как и должно быть. На сцене больше, кроме ведущих, взрослых не будет. Этот праздничный концерт подводит итоги года ребенка в Ненецком округе. На протяжении всего 2015-го огромное внимание, в том числе властями региона, было уделено именно детям. Результаты озвучивают со сцены. 50 детей обрели новую семью и еще 20 покинут детский дом в ближайшее время. Свыше тысячи жителей округа отдохнули в санаториях России по путевкам мать и дитя. Большинство ребят никогда не выступали на большой сцене. И вот их дебют. В образе льва они бесподобно исполняют незамысловатые движения. Педагоги гордятся. Скромно улыбаясь, добавляют. Растет достойное поколение. Здесь их гордо называют «Дети Севера». Ирина Цепетова, Олег Хатанзейский, Антон Гудряков, Телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Все новости есть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды на предстоящие сутки. Я желаю вам всего доброго. С наступающим и до встречи.